Карантинные меры по всему миру ослабевают, в том числе и в Испании. Многие жители, которые пострадали от коронавируса, сейчас там введена нулевая фаза выхода из карантина. Выходец из Самары Александр Каретный специально для нашего телеканала рассказал, что это значит и как дальше будут развиваться события. Всем привет! Прошло ровно два месяца, как Испания сидит на жестком карантине. И вот наконец-то потихоньку стали переходить к фазе ноль. Где-то неделю назад перешли на фазу ноль, когда уже можно выходить вечером заниматься спортом два часа и два часа утром. А днем могут гулять дети, а в перерывах между спортсменами и детьми утром и вечером на два часа могут выходить люди старшего возраста, старше шестидесяти пяти лет. Ну а днем уже можно гулять детям, почти без всяких ограничений, только недалеко от дома и не общаться друг с другом. Ну понятно, что некоторые носят маски, вот ребенок едет в маске, например, на самокате, а некоторые ходят без масок. Вот мужики гуляют с собаками на расстоянии двух метров друг от друга и общаются без всяких масок, но при этом стараются не приближаться друг к другу. За время карантина у народа было свободное время для творчества, и они сделали всякие плакаты солидарности. Вот здесь написано «Один за всех». У соседей висит тоже флаг Испании с черной ленточкой. В общем, люди выражают общую солидарность. Ну а в Испании вовсю весна, уже практически лето, цветут деревья, все зелено и очень красиво. В фазе один уже откроются рестораны, правда не на полную мощность, а только на 30%, и только на уличных верандах можно будет сидеть. Можно будет ездить в гости и собираться всем вместе, и это, пожалуй, самое главное, чего все больше всего ждут.